друзья ну что всем привет у нас новая стрижка новый дизайн вы все просили сергей покажи еще что-нибудь и сегодня я с вами сегодня для вас покажу очень интересную слоистую стрижку это будет треугольные слои в комбинации с круглыми ну и также оформим все красивой линией я думаю это будет очень интересная актуальная стрижка ваших салонах поэтому все внимательно следим запоминаем и потом в комментариях не забывайте писать ваши вопросики я с удовольствием отвечу друзья и отвечая на все ваши вопросы рад сообщить что у нас есть онлайн-курс где вы можете получить максимум до полный фундамент такую мини энциклопедию где вы увидите полностью все начиная с теории всю мою систему да вы ее почувствуете проработаете там очень много практики очень много теории вопросов где вы сможете себя проверить и получить максимальный результат от этого курса ребят как всегда начинаем с разбора текстуры количество волос анатомических особенностей таких как лобные впадины смотрим аккуратненько краевые линии роста волос какие они как они выглядят количество волос обязательно их пористость структуру для того чтобы понимать как волос будущем будет лежать данном случае мы видим что у нас да я покажу сейчас мы видим что у нас достаточно плотный густой волос его очень много но по толщине я не скажу что он мега толстый но его очень много очень и мы видим также что внутри у нас спрятаны небольшие такие вот как завиточки и это тоже может быть проблема если вы неправильно рассчитаете функционал длины да это все что связано именно с естественным падением и конечно же функционал слоев если вы слишком пробовать макушку коротко до ваши слои они оборвутся а здесь окажется масса и вот за счет от этих завитков стрижка будет всегда сломана она никогда не будет лежать и ваш клиент он не поблагодарит вас за то что вы утром обеспечили ему такое знаете доброе утро на два часа укладки поэтому ребят за этим всегда следим и смотрим модели у нас по чертам лица очень симпатичная да здесь можно даже короткую стрижку придумать поэтому здесь я не буду опираться сейчас на какую-то особенность в анатомии я буду делать просто красоту сегодня будет такая свободная ненавязчивая история с мягкой текстурой с легкой такой небрежностью но в то же время я постараюсь сделать это в максимальном таком знаете тренде да чтобы это было очень актуально сегодня они завтра поэтому ребят вот для вас история с которой вы будете но сталкиваться я думаю каждый день своем салоне ну что друзья я вы я выполнил первое разделение да это первый блок объясню немножечко что нужно вам сделать что получилось именно так то есть первое необходимо найти сосцевидные отростки вот эти вот косточки за ушами это примерно около там трех сантиметров от уха с одной стороны и такая же история со второй стороны то есть у вас есть пробор его называют еще пробор который разделяет это как угол поворота то есть если приложить две плоскости и провести биссектрису вы как раз найдете этот пробор до выполняется он для создания треугольной геометрии вот здесь из посмотреть сверху вы должны увидеть вот образовался такой треугольник обращайте внимание не всегда форма черепа может быть симметрично и не всегда пробор и могут быть на одном расстоянии от ушей то есть очень важно приложить две плоскости до найти угол и таким образом вы поймете где находится вот если провести биссектрису между прямым углом разделить его наполовину вы найдете эти проборы далее вот эти диагонали я создал при помощи тех же ориентиров сосцевидных отростков если пробор провести по диагонали вот так вот приложить расческу то вы выйдете вот сюда на сосцевидный отросток то же самое с противоположной стороны вы выходите на сосцевидный отросток здесь получается тоже такой вот небольшой треугольник в целом эта фигура напоминает ромб ну и делим на две части центральным пробором все это первый блок начинаем стричь начинаем его строить убедитесь чтобы вам ничего не мешало чтобы у вас был хороший обзор для того чтобы выдержать баланс это очень важный момент теперь мы определяемся с длиной длина как правило формируется ну в первую очередь да я смотрю на шейный позвонок то есть когда наклоняю голову смотрю где шея образовывает такую вот если сильно наклонить здесь такая будет если видно как складочка вот именно вот это вот крайняя длина после которой вы можете получить еще вот здесь вот уровень коры если вы получается стрижете длиннее то у вас уже волосы ложатся на плечи и они начнут выворачиваться ставьте себе задачу хотите вы этого или нет как видите структура волос у нас кудрявая на нижней затылочной зоне она верхняя она более прямая поэтому мы не должны здесь создать большую активность и первое чего я начну да я определился длину вот эту вот шейную складку отделяя первый пробор до его можно сразу же выделить потолще не обязательно очень тонкими проборами работать так возможно будет не совсем потом понятно именно контрольная да потому что там всегда вот на нижней затылочной зоне вы увидите вот такие вот коротенькие волосочки если очень тонкий будет пробор очень сложно будет потом ориентироваться вот моя длина и с нее я начинаю простригая центральный блок он будет напоминать такую вот плоскость до квадратного то есть параллельно пробору делать то же самое продлеваю и аналогично с противоположной стороны волосы направляю обязательно как будто бы в плоскость выполняю срез анализирую линию которую я построил до при необходимости корректирую но в целом мне все пока нравится смотрю как ведут себя волосы на видите здесь они уже набирают объем поэтому не стоит сразу начинать в слое и стричь то есть мы строим пока линию отделяя еще один пробор можно даже немножко потолще нет смысла в сильно тонких проборах если вы работаете на кудрявых волосах точно также выполняем срез обратите внимание у расчески есть мелкие зубья и широкие я расчесываю широкими чтобы не было чрезмерного натяжения и буквально на миллиметр выполняю нахлёст так как работаю с кудрявыми волосами используя наклон головы и за чего свои волосы в одну и ту же плоскость никогда не чешите волосы вниз иначе вы идете в круг я имею ввиду вот так вот не расчесывайте их вниз потому что вот сразу срежете угол обязательно направляем их в плоскость это будет выглядеть вот я сейчас покажу на вот этой стороне можно наклонить в три четверти голову что было удобнее когда вы расчесываете вы как будто бы выдерживаете перпендикуляр от пробора то есть вот тут вот я сейчас возьму в пальцы объясню смысл вот если взять вот эту прядь она будет напоминать вам прямоугольник если вы опустите ее ниже видите что здесь уже не будет прямого угла среза и вы зайдете в закругление очень важно друзья выдержать вот этот прямоугольник чтобы вот эта вот фигура была прямоугольная то же самое происходит при сжатии в 0 градусов прижимаю зубьями расчески что тоже очень важно объясню почему если вы прижимаете об ушком вы можете переломать волос и как бы он у вас будет видите подпрыгивать наверх а если вы прижимаете об ушку не об ушком а зубьями вы просто его удерживаете чтобы он никуда не убежал и кстати используйте всегда дополнительно влагу если видите что волос сыпется его сложно контролировать добавляйте немного влаги чтобы легче было контролировать как видите за счет того что я направляю в прямоугольник у меня образовывается такой более острый угол идет небольшое удлинение к лицу что очень важно и работаю в такой манере до сосцевидного отростка ой до оксипитал кости извините оксипитал кости это затылочный бугор другими словами думаю все в теме и продолжаю работать наклон головы вперед распределяя волосы естественно 1 миллиметр нахлёст работаю небольшими фрагментами вот здесь вот шея имеет плоский участок а дальше она идет резко в закруглении вот в тот момент когда вы видите вот это вот закругление я рекомендую наклонять голову в три четверти то есть и не вперед и не на сторону то же самое делаем с противоположной стороны пока процесс думаю понятен и ничего здесь сложного нет следите главное за проекцией я очень часто преподаю и в своих онлайн курсах всегда объясняет этот момент это очень важный момент поскольку если вы его не учтете либо об этом просто не будете думать вы можете работать несколько лет и не понимать почему у вас не получается другого результата обязательно проверяю баланс досмотрю две стороны что были одинаковые даю небольшое движение но хочу посмотреть как формируется волос и вот она длина которая горил даже если она наклоняет она ложится до но так называемой холки да то что привыкли наши клиенты называть да это очень важно потому что если длина ляжет уже на нее то вы увидите выворот наружу и ну собственно говоря ту идею которую вы задумали вы не получите придется потом в конце все равно подравнивать отпускаю последний пробор и моя задача подстричь его в максимальной свободе то есть я его сейчас практически не буду прижимать так как волос все-таки кудрявый я хочу его контролировать и меня расческу на самые широкие зубе наклон вперед прочесал и работаем в технике ножницы поверх расчески и смотрите волосы остаются в свободе в полу завитке это очень важно там где затылочный бугор либо оксипитал кость всегда формируется подушка и вот эти вот кудряшки если вы хотите чтобы потом ваш клиент носил без дополнительной укладки они должны быть на уровне нашей линии если вы их натяните чрезмерно они прыгнут сразу же в градуировку и у вас ничего не получится делать то же самое наклон три четверти буквально прочесываю очень таким вот легким способом фиксирую расческу и выполняю срез в естестве это очень важный момент ребят с удовольствием делюсь этой информации поскольку я не знаю 90 процентов мастеров этим не пользуется потом вытягивает феном и начинают равнять это вообще недопустимо но надо понимать опять же как ваш клиент будет с этим жить то есть как она будет укладываться если она живет с феном утюжками то да это называется адаптивная стрижка когда вы и вытягиваете и равняется для того чтобы она была всегда одинаковый но если вы все-таки хотите чтобы волосы лежали максимально естественно я предлагаю применять подобный способ видите за счет кудри они все равно стремятся подняться у вас в любом случае будет активность на краевой линии да конечно же мы можем волосы потом высушить вытянуть феном и сделать небольшую полировку но не меняя длину до полировка имеется ввиду это когда сухом варианте за периметр форма выпала какая-то история и вы ее просто в свободе убираете но не меняя длину и так я создал затылок очень потрясающе ложится если честно прям все кудряшки они как и будто бы после химической завивки мы недавно общались с моделью и она говорит что это получилось после родов встречали такую историю я думаю да немножечко меняется структура но очень красиво перехожу дальше дальше я буду уходить уже в слои в треугольной геометрии для этого мне необходимо выделить первый пробор я возьму за основу за контроль вот эту вот прядь которая находится на оксипе толкости и из нулевой точки перемещу ее в 90 как можно определить 90 то есть вы по сути ставите расческу на участок вот где соединяется вот эти вот две зоны макушка и затылочная нижняя зона и смотрите как стоит расческа собственно говоря наклоняете голову чтобы вам было удобнее и устанавливаете прядь от нее мы будем выстраивать дальше слои слои будем стричь вдоль круглого силуэта но направлять в треугольную геометрию то есть если мы посмотрим со стороны мы выстраиваем как бы полукруг и опять меняю расческу на более мелкие зубья поскольку для слоев необходимо хорошее натяжение если как но если мы строим линию там нужно просто стричь максимальной свободе то когда мы выстраиваем слои натяжение должно быть сильным для того чтобы слои были такими бодренькими чтобы они могли прыгнуть и дать нам хороший объем чем сильнее натяжение тем сильнее они прыгнут макушка вьется меньше вот поэтому я строю слои чтобы получить гармоничный силуэт радиальными проборами от одной точки отделяю следующую прядь на очень важно когда отделяю прядь убираю все лишнее и беру предыдущую прядь то есть можно не целую а какую-то ее часть и направляю назад к предыдущей позиция тела перемещается параллельно пробору что значит параллельно пробору это значит что мы всегда выстраиваем наше тело корпус наших плеч параллельно пробору сейчас покажу как это должно быть смотрите то есть если мы стали вот параллельно пробору центральному то и плечи наши и ноги должны стоять параллельно этому пробору если пробор перемещается той корпус тела перемещается и так будет до тех пор пока я не дойду до вертикального сечения я буду постоянно перемещаться и стараюсь стричь в центре тела то есть напротив своего позвоночника если буду стоять здесь остыть здесь то я наверняка начну подтягивать к себе прядь и не получу точности то же самое будет происходить со второй стороны всегда параллельно пробору таким образом я вырабатываю мышечную память мышечная память это то что позволит вам в будущем работать даже если какой-то фактор стресса будет присутствовать мышцы все равно будут выполнять свое дело вы их так приучили и как я говорю можно отключить мозг пошутить с клиентом а руки будут делать то что ну вы какую команду включили вот это они будут выполнять продолжаем небольшими фрагментами не не пилите сразу же все волосы иначе получите плоскость перемещаю небольшими фрагментами получается вот такой вот полукруглый силуэт но при этом если посмотреть вот так покажу то есть моя задача из этих двух треугольников построить вот здесь вот плоскость и здесь плоскость то есть вот такой вот треугольник но при этом я перемещаюсь по полукругу то есть очень интересный момент некоторые мне задают вопрос некоторые люди ну ученики мои сергей какая же это треугольная геометрия если вы работаете по кругу я всегда говорю так на геометрию мы смотрим сверху то сверху если смотреть я работаю как бы в треугольник но если смотреть со стороны по круглому силуэту это нужно понять это не название стрижки это правило которое я использую во время стрижки для того чтобы получить тот эффект который я задумал думаю понятно но на самом деле все эти детали как бы это ни звучало банально знаете как купи мой курс и там узнаешь больше по факту такие мастер-классы я максимально раскрываю я максимально делюсь информацией которая есть на моих курсах но вы должны понимать что система когда ты вот прям разбираешь изначально теорию в которой вот прям до запятой показано и рассказано за что отвечает круглый срез за что отвечает плоский срез какие геометрии бывают вы проходите полностью весь цикл да и в мозгах ну понятно у каждого человека выстраивается именно логическая цепочка именно логическая цепочка вам помогает работать не стоит друзья запоминать одну стрижку и быть мастером одной стрижки думаю вы меня сейчас поймете это когда вы работаете уже там не знаю там 5-10 лет ваши стрижки повторяются каждый день до их как минимум ну не знаю две ну и максимум там три да только где-то покороче где-то по длине и да там каскад значит каскад по длине и покороче вот как как привыкли каре подлиннее покороче и все комбинаций их огромное количество треугольник можно комбинировать с квадратом квадрат с кругом и прочее то есть можно вообще соединять вот все что вы себе придумаете очень важно изучить инструменты отдельно каждый понять как они работают что они дают дают ли не объем дают ли они текстуру накапливают ли это но этот инструмент вес что позволяет вам создать тот или иной эффект запомните это и потом комбинировать импровизировать вот эта свобода вот это я считаю когда человек полностью погрузился в но в процесс вот это доставляет лично мне огромное удовольствие и так давайте посмотрим я построил одну часть мы видим как уже классно сформировали слои объем и вот если посмотреть на силуэт мы не видим обрыва да то есть у нас есть соединение четко и откуда мы взяли прядь и постепенно выросли в слоях на мой взгляд очень формируется красивый затылок и он полный он заполненный то есть здесь нет обрыва знаете такое иногда бывает как талия да такая как у гитары то здесь все полностью заполнено что очень важно и сейчас я его проверю на перекрестной проверки и покажу что же такое треугольное направление смотрите я отделяю пробор перекрестный то есть здесь получается такой треугольник беру этот пробор в руки и направляю от изгиба головы в треугольную плоскость как видите вот здесь вот мы сформировали нашу треугольную плоскость если какие-то пряди миллиметра выпали обязательно их немножечко шлифанить и вот видите как я направил прядь именно в треугольник в квадрат это было бы в одну плоскость это было бы вот здесь вот такая вот линия у треугольника вот она плоскость треугольная перехожу на вторую часть нашей макушке и стригу аналогично тут все что нужно вам увидеть сейчас и понять это то как я двигаюсь телом я не перехожу на противоположную сторону я остаюсь на этой же стороне просто продолжают двигаться за пробором вот это вот важно до перемещения беру часть предыдущей пряди последующей и работаю в той же манере нахожу контроль и срезаю небольшими фрагментами дальше перемещаюсь всегда отделяйте друзья предыдущую прядь вот последующей для того чтобы вы видели именно ориентир где вы остаетесь есть такая фишка маленькая до деталь когда кладете расческу на плоскость вот она прижата к голове все что нужно вот назад предыдущие это сместить ровненько на обушок чтобы обушок был вот есть крупным планом посмотреть ведь и обушок подчеркивает ваш пробор то есть вот вы и когда берете прядь вот на своем месте это было бы вот так если вы хотите назад предыдущий чуть-чуть толкаете расческу вот как только появился пробор это и будет назад к предыдущей и продолжаем строить это очень важный момент это пожалуй самое сложное чем вы вашу возможно столкнетесь чтобы выбрать о себе надеюсь вам интересен такой живой формат мастер-классов и я надеюсь что вы в своих комментариях напишите хотелось бы вам видеть еще подобных мастер-классов и благодарю за за то что вы комментировали в предыдущих видео прям кайфанул посмотрел послушал и понял что я не зря ем хлеб на этой земле благодаря вам вашим комментариям это очень прям было приятно очень предыдущий ролик набрал около трех миллионов и прям знаете это для меня был такой сюрприз и подарок от вас поэтому с удовольствием продолжают делиться своими знаниями думаю быть для вас очень полезным человеком вашей жизни и так я построил противоположную сторону также выполняю проверку для того чтобы убедиться что моя геометрия соответствует треугольной плоскости как видите на опять на проверке мы с вами видим именно плоскость в треугольник думаю это видно та же история всякий можно конечно если вы сомневаетесь проверить каждый пробор для этого вы отделяете каждый пробор и устанавливаете его в проекцию 90 градусов и шлифуете на отдельно каждый пробор но если вы проверили хотя бы один и видите что все в порядке скорее всего со всеми остальными тоже будет в порядке то что работали мы технично если наша модель поставит голову прямо мы увидим что вот здесь вот у нас набрался такой вот объем да и это очень классно будет держать но как фундамент будет держать наши будущие слои прямо очень красиво очень заполнено просто я кайфую ну что продолжим дальше дальше что я буду делать сейчас начнется некая такая комбинация до волосы с височной секции я сейчас распределю к стабильной контрольной пряди то есть вот к этим углам поворота черепа направлю вначале полностью к стабильной после этого перейду на лицевую часть и от лица буду выстраивать круглую геометрию то есть по факту что мы получим я получу здесь небольшое изначально удлинение а потом в круглых слоях от лица построю еще вот такую вот мягкую текстуру в виде челки шторки которая будет уходить в длину ну что говорить давайте перейдем к делу и так контрольной стабильной прядью будет являться вот это разделение которое мы с вами изначально нашли при помощи двух плоскистей провели бисектрису и вот наш пробор этот пробор будет стабильным разделение будет параллельным я буду выбирать каждый пробор параллелен предыдущему каждый пробор параллелен предыдущему вот мой пробор затылочная диагональ он двигается как будто бы немножко к затылку беру контроль то есть можно его разбивать на две части до чтобы было комфортнее и удобнее работать вот я отделил набор и направил вот сюда опять назад до к нашей пряди то есть здесь мы фиксируемся соответственно в теле я тоже фиксируюсь я не буду перемещаться я буду стоять на одном месте и работать это говорит о том что я буду работать к стабильной контрольной пряди все стою на месте отделяю прядь беру контрольную и все все волосы подтягиваю к одной стабильной мне очень важно чтобы в области за ушами не получилось очень много слоев так как в этих участках мы часто встречаем такие про просветы да там очень тонко за ушами волосы не растут и если вы упустите этот момент очень важно которыми сейчас говорю и будете перемещаться с телом то есть большая вероятность особенно на тонких волосах вырезать такую дыру так подхватываю все волосы и небольшими фрагментами перемещаюсь здесь кстати можно взять расческу более длинную чтобы фиксировать всю прядь чтобы вам было комфортнее но в принципе я не вижу никакой здесь проблемы для меня это действие очень такое привычное самое главное ребят еще раз говорю не двигайтесь если кому-то not вы начинаете первый раз это строите я рекомендую вообще вот отделить вот здесь вот прядь и установить клемму например чтобы вы видели на какую основу вам операция да потому что если волосы засыпят этот пробор вы можете перетянуть за пробор либо не дотянуть до него если за него перетянете пойдет сильное удлинение если как бы не дотянете то опять же одна из сторон может получиться короче не перемещаясь оставшиеся волосы также подтягивая ноги спрашивают зачем сергей вот это вот вначале тянуть в одну сторону потом другую но я имею ввиду сейчас эти ног затылку а потом буду двигаться от лица все это для того чтобы потом было меньше у вас всяких доработок и непонятных вопросов чтобы не возникало все одну из сторон я построил смотрите как перетекают слои длину мы потом уберем в конце на висках пока мы говорим только о слоях то есть вот если расчесать даже в этом случае будет напоминать что-то на такое будет похоже на каре градуированные но здесь не градуировка здесь именно слои и видите как закрылся контур даже на вьющихся волосах волосы очень красиво лежат вот эту длину я уберу в самом самом конце когда уже построив все слои перехожу на противоположную сторону делаю то же самое друзья обязательно после того когда построили две стороны проверьте баланс между ними просто бывает такое что вы одной из сторон перетянули дальше другой ближе вас может не получиться баланс и потом вы вроде как длину выровняете длина будет ровненько красиво форма будет такая съехавшая так как если одна из сторон будет короче у нее будет больше текстуры а та которая длиннее у нее будет меньше текстуры поэтому обязательно проверяйте баланс до чтобы у вас две стороны были одинаковы это тоже очень важный момент переходим к фронтальной зоне да и сейчас я буду работать вот таких же проборов да ну то есть буду выполнять разделение затылочные диагонали но распределять волосы будут лицо и они встретятся вот в этом моменте за ушной раковиной короткие и длинные то есть по факту со стороны получится такая капелька то есть волосы бы двигаться и от лица и на лицо вот это вот главная особенность данного дизайна и так я отделяю пробор затылочная диагональ как правило всегда мы должны увлажнить прежде чем продолжать стрижку это очень важный момент так как структура волос меняется когда высыхает ну все это понимают но я так знаете на всякий случай проговариваюсь отделяя затылочную диагональ работаю небольшими фрагментами устанавливаю пальцы параллельно полу и желательно использовать либо зубчатый срез либо если прямой то потом все равно текстурировать тут уже на выбор сейчас я задаю длину то есть для меня сейчас очень важно понять как это все будет формироваться вот такая длина мне нравится потом еще отдельно поработаю щелкой но работаю от длины которую задал да то есть она будет для меня сейчас являться такой скажем так основой пальцы параллельно полу но при этом что важно понимать что разделение затылочная диагональ и направление перпендикулярно а пальцы параллельно полу для того чтобы со второй стороны сделать то же самое чтобы они были как зеркальном отражении то очень важный момент отделяя следующий пробор и работаю к стабильной контрольный то есть я не буду двигаться я буду стоять и направлять все волосы которые смогут тянуть к лицу в этом основная фишка распределяя волосы в ту же геометрию и выполняю срез здесь не так много дотянется но тем не менее мы должны убедиться что все волосы которые скажем должны дотянуться мы дотянем вот этот вот плоский срез он даст нам больше скорости в текстуре это очень тоже такой важный моментик чтобы она не закруглялась по голове то есть я не хочу чтобы здесь был шар я хочу чтобы была максимальная прогрессия чтобы слои рассыпались ну и думаю последний пробор проверяем но мне кажется уже ничего не дотянется в общем друзья мы все волосы распределили в 90 градусов вот допустим если взять вот эту прядь первую которую мы начинали стричь мы установили от изгиба головы и в 90 градусов если пальчики положить на вот эту часть лба поднимаем выстраиваем их параллельно полу прядь стоит 90 а все остальные к ней то есть одна прядь стоит 90 а все остальные которые дотянутся к ней перехожу на вторую сторону и для этого мне нужно стать перед клиентом почему потому что я начинаю стричь от скажем так от макушки и выхожу вот в сторону к виску ну простыми словами если вы работаете от коротких волос к длинным то есть сверху они короткие идут на удлинение то стричь стоит именно от коротких длинным вот это вот важно суть которую хочу донести если будет наоборот и вы будете как-то вот отсюда пытаться стричь вот если перейдете на другую сторону тогда будете к себе тянуть и стричь будете к коротким то у вас есть все шансы зарезать вот эту височную длину но понятно отсюда стричь будет просто неудобно поэтому я перехожу вот здесь вот со стороны до у правого плеча клиента стою не перед ним прям не перед лицом а именно у правого плеча устанавливают 90 градусов беру контрольную которую уже построила это очень важно вот она и выполняю то же самое 90 градусов перпендикулярное направление и выполняю параллельно срез параллельно полусы есть тоже самое получается верхние волосы они перпендикулярно голове а виски со смещением подтягивается потому что если вы от виска 90 градусов поставить это будет вот так вы конечно же срежете то что не нужно срезать я хочу чтобы улица была плотность поэтому максимально сохраняя длину а потом оформлю все в линию подтягиваю к стабильной ведь уже практически ничего не дотягивается это говорит о том что наша длина сохраняется все отлично сейчас осталось оформить периметр убрать вот эту лишнюю длину и оформить челку и так сейчас мы оформляем периметр необходимо ту линию которую мы задавали в самом начале просто продлить на висок ничего сложного я отделяю первую линию это что было удобно и начали прочесать нужно волосы и отделяем первые первый пробор смотрю если здесь очень тонко то можно сделать чуть-чуть потолще пробор чтобы была четкая контрольная это очень важный момент фиксируем наклоняем голову на сторону расчесываем вот эти вот волосы до находим то как мы изначально задавали линию и мы просто продлеваем с небольшим удлинением к лицу совершенно небольшое удлинение помогаю ножницами поддерживаю забрасываю волосы как бы на ушко чтобы не было сильного натяжения расчесал и срезал то есть вот у меня формируется красивая линия натяжение в пальцах не рекомендую использовать то есть не берите пальцами прядь лучше работать ножницами и расческой расческой это всегда более точная история делаю то же самое поднимаю на дужкам без натяжения в очень-очень таком вот слабом натяжении прям совсем раз и завершаю все что необходимо следим чтобы клиент не опускал подбородок иначе можете допустить ошибку когда вы уже имеете определенный опыт вы этого скажем так не допустите но иногда на начальном этапе я встречаю такие истории все здесь у меня готова линия перехожу на противоположную сторону делает ровно то же самое зачесал волосы я зачесываю чаще всего волосы именно от лица немножечко добавим влаги чтобы волосы был более послушным лица потому что она влажные волосы на лице у клиента такая себе история особенно когда они пришли с макияжем старались а вы так все взяли и испортили очень аккуратно это делаю поскольку волос прочесывается достаточно сложно из-за его количество из-за его структуры поэтому будьте всегда очень аккуратны ваш человек ваш ваша гостья она должна получить удовольствие после вашей стрижки тоже очень важный момент выполняю то же самое формируем линию тут же рекомендую посмотреть баланс на чтобы одинаковые были длинны если все четко сделали баланс будет одинаково если что-то пошло не так то вы вовремя можете еще добавить какую-то из пряди наклон максимальная свобода ребята еще раз напоминаю никаких сильных натяжений когда у меня совсем не было опыта я думал что чем сильнее натянуть тем ровнее будет а потом не мог понять почему всегда все криво и приходится дорабатывать лишь потому что я очень старался данном случае стараться сильно не нужно вписали нашу длину проверяем еще затылок чтобы здесь ничего не осталось очень важный момент сделать четко да вписать одно зону в другую все я счастлив еще раз проверяю баланс да и демонстрирую вам чтобы баланс у нас был одинаковым то есть раз рядочки выпали одновременно из моих пальцев значит все в порядке на также проверю на затылке здесь чтоб все соединилась красиво вот прям можно приезжать волосы но никогда не прижимайте вот здесь в области над ухом потому что всегда получите здесь искажение вот тут на шее да окей здесь все в порядке а вот тут на душами максимально свободу как я показывал чуть-чуть даже сделали воздух и подровняли воздух и подровняли сейчас оформляю диагональ в челке да я хочу чтобы на немножко такой вот шторка и рассыпалась и вписалась в общую концепцию нашу но нашей стрижки что для этого необходимо сделать для этого необходимо отделить условно говоря до лобной впадины треугольник треугольник отделяем полностью это будет наша челка вот думаю видно это небольшой фрагмент делю я сейчас на две части и и небольшими прядями буду работать отделяя краевую один из фрагментов перетягиваю противоположную сторону и пальцы ребята смотрите ставлю полностью вертикально вот прям как но вертикально как столбик да и выполняю срез вписываясь в ее длину раз видите сразу же у меня такая прям резкая диагональ идет то же самое делаю со второй стороны максимально вертикально и и проверяю баланс с двух сторон отделяя следующую прядь перетягиваю перпендикулярно данному пробору пальцы устанавливаю вертикально нахожу контроль и выполняю срез и и таким образом выполняю выполняю с двух сторон вертикальное положение пальцев и срез можно конечно бегать вокруг клиента менять позиции но как видите нет в этом нужды вот у нас идеальный баланс и такая прям четкая резкая шторка если мы хотим сделать более плавной то тогда пальцы нужно ставить параллельно пробору если хотите резкое удлинение ставим не параллельно вот то есть вертикально как показал я вам в этом случае тогда она будет такая максимально текстурная очень красивая и не будет доставлять никаких хлопот при укладке делаю то же самое и последняя прядь опять вот пробор от него перпендикуляр пальцы вертикально выполняем срез можно даже немножко сразу же вот так вот зубчиками проработать чтобы она была мягче либо скользящим срезом потом здесь тоже самое сделаем ну вот очень красивая такая вот диагональ получилась у нас сейчас я расчесываю ее в общую длину и смотрю как она формируется как она соединяется вот она очень красиво уходит в нашу длину с одной стороны и аналогично проверяю со второй стороны потом когда высушу в сухом виде смогу еще немножечко протекстурировать если будет в этом необходимость смотрите как она красиво работает с лицом да как она обозначила сразу же ее открыла скулы красиво прям прям топчик потом в движении когда она будет где-то ветерок будет дуть очень красиво будет что-то выпадать может не всегда удобно но зато в тренде и красиво вот в сухом виде еще посмотрю если надо будет еще впишу вот эти вот углы в челку ну посмотрим тут будет зависеть уже от того как они в сухом виде будут выглядеть ну что сейчас дождемся пока я высушу волосы и посмотрим я сейчас начале просто просушу без укладки чтобы вы видели форму а потом немножечко уложу берем ну вернемся к подсушил волосы примерно на 7 часов процентов они еще немножечко держат влагу что потом уложить но очень хотел вам показать как это будет выглядеть если не укладывать да если клиентка там высушила и побежала то есть это очень очень актуально на сегодняшний день стрижка смотрите как она всего отписывается да еще немножко не тяжелые но если бы сделать это все на диффузор кудрявым методом это был бы просто такой знаете шедевр кудряшки видите как они заполнили пространство и нет ощущения вот этого каскада да то есть мы понимаем что здесь есть масса и очень очень мягко перетекает текстура не знаю как вам но мне эта история нравится очень то есть если их досушить и на стайлинг какой-нибудь дать и по поставить на крем какой-нибудь да либо эластичную эластичный флюид то вы увидите тогда конечно же совсем совсем другую историю но даже вот в этом исполнении я влюблен знаете такая морская тема можно кстати морскую соль использовать да как вам сейчас будем сушить полностью укладывать и посмотрите уже завершенный вариант друзья ну что мы завершили нашу работу я думаю что вам видны все слои несмотря на то что волос темный в движении мы видим как располагаются слои улица да я уже представляю как ветер будет трепать ее волосы и это будет очень красиво и подвижно то есть самое главное что мы создали это динамику это движение посмотрите как сразу же загорелось лицо да посмотрите как располагается текстура от лица как она двигается от затылка какая плотная линия при этом сохранилась на мой взгляд получилось очень интересно очень свежо и что самое главное современно потому что все чтобы вы не делали вы можете делать очень круто очень красиво но очень важно чтобы это выглядело современно потому что сегодняшние гости наши они смотрят всегда инстаграм они смотрят топовых стилистов и они хотят в вашем лице видеть этого топового стилиста который создаст тренд и напоминаю что для того чтобы понимать все детали что понимать как распределять волосы под каким углом как работать с костной структурой положение пальцев позицию тела для этого нужно изучить инструментарий да то есть понять каждый пункт каждый пункт вот их всего семь до семь этапов это все есть в моем онлайн-курсе поэтому ребят не ждите что прилетит волшебник голубом вертолете и вы сразу станете круто стричь конечно такие уроки будут наверняка для вас полезные вы что-то отсюда возьмете но знаете чтобы быть экспертом это очень важно то что я сейчас говорю нужно понимать и разбираться в деталях в мелочах вот это очень важно и это вся энциклопедия есть у нас онлайне поэтому ребят берите просто и пользуйтесь уже сегодня всем хорошего дня пишите комментарии обязательно пишите комментарии чтобы я понимал зашло не зашло и можете даже написать какую бы стрижку какой бы дизайн хотели бы увидеть в следующем ролике а мы с удовольствием вам предоставим эту возможность пока набирая но у Продолжение следует...